всем привет сегодня мы с вами будем рисовать белую сову меня очень давно просила моя подписчица нарисовать сову наконец-то у меня получилось мне я давно уже приготовила все но то забыла то обстоятельства то еще что там чем наконец-то у меня получилось нарисовать белую сову сегодня мы будем рисовать обычной детской акварели вот это самая обычная детская акварель ну и нужно акварельная бумага конечно для акварели потому что на обычном ватмане так такого эффекта не достичь чтобы у вас красиво краска вся расплывалась нужно акварельная бумага три кисти для акварели такая девяточка это пони четверочка и нулевочка совсем тоненькая нужно либо единичка три кисти для акварели все что нужно карандаш резинка подписывайтесь ставьте лайки пишите обязательно комментарии я помню еще был заказ на белые пионы акрилом на тюльпаны и на коньки я обещаю что я сниму видео я болела отсутствовала еще у нас были обстрелы бомбежки тревоги в общем это все очень сильно выбивает из колеи когда тебе не дают спать не только мне не дают спать всей стране не дают спать больными детям и старикам и всем остальным ну у нас еще слава богу не настолько все печально как харькове и в херсоне такая вот у нас жизнь что начинаем приступаем рисованию так наносим рисунок карандашом на акварельную бумагу я рисую маркером вы рисуете карандашиком и рисуете легонечко так чтобы можно было исправить и не испортить бумагу так голова вот так потом туловище вот так вот так сюда видите как так так сначала линии плоскости и здесь хвостик и тут вот так идет у нас веточка клювик глазки набросали форму и теперь прорисовываем клювик и на клювик вот так вот будут перышки заходят на клювик перышки такими остренькими глазки зрачки немножко округляем форма головы здесь перышки здесь лапки тоже с перышками кого точки так крылышко так еще идет крылышко и хвостик здесь и нет тень немножко темные перышки так все нарисовали сову теперь вытираем все ненужные линии и приступаем к краскам берем такую крупную кисть которая берет на себя много воды делаем такую бледно-бледно голубую водичку чтобы смочить фон намочить чтобы мы видели можно без краски нанести без краски неопытному будет тяжело нам нужно не заходить на сову смочить бумагу для акварели но не заходить на сову вот так этой голубенькой водичкой смачиваем фон надеюсь что вам видно я такую бледную-бледно-голубую сделала водичку чтобы не зайти на контуры так смочили нужно дать чуть-чуть впитаться бумага должна блестеть но она должна быть уже пропитана водой так пусть пропитывается мы пока намешаем голубой синий такие оттенки и теперь вот такими ляпками наносим голубой цвет особенно подле совы чтобы выделилась наша белая сова вот так можно кое-где добавить еще вот так синеньких ляпок чем тоньше кисть круглая тем меньше она берет воды чем больше диаметр кисти для акварели тем больше она берет воды жидкости более концентрированно получается видите как ярко сделаем поярче вот для совы чтобы выделить белую сову вот так ляпками вот так ляпками вот так ляпками все теперь нужно чтобы это все хорошо просохло чтобы фон не поплыл на нашу сову где-то убираем если немножечко зашли даем хорошо высох просох наш листик фон теперь берем желтый и очень аккуратно и очень аккуратно можно даже чуть-чуть подмешать оранжевенького слишком желтый очень аккуратно прорисовываем глазки желтенький и вверху чуть-чуть оранжевенький притеняем чуть-чуть желтый темный не лимонный желтый а желтый темный я рисую детскими красками поэтому тут смешиваю два цвета такие желтые глазки и черный клювик у нее но на клювик заходят перышки вот такими вот так прорисовываем клювик просохнут глазки закончим глазки и коготки здесь видно черные коготки лапки так теперь должны глазки просохнуть чтобы мы их могли обвести черным и пока сохнут наши глазки берем водичкой смачиваем вот здесь сверху осторожно не заходим на глазки потом здесь здесь и перышки то есть крылышки хвостик и здесь лапочки внизу так и ждем чтобы вода впиталась не заходить аккуратненько глазки не трогаем вот вот у нас блестит листик бумага блестит когда впитается она должна быть влажная но уже блеска не должно быть это примерно где-то минуту сейчас я засеку время интересно минута ждем минуту прошло полторы минуты уже вода впиталась вздулась бумага теперь делаем такой интересный цвет черный и чуть-чуть синего такой сизый черный цвет разбавляем и немножечко уже еще больше разбавить нужно пробовать на листике вот такой примерно еще больше бледно-сенький такой здесь чуть-чуть здесь и такими ляпками видите как серенький и здесь чуть-чуть оттеняем сову так здесь охра берем охру тоже такой бледный бледный цвет и чуть-чуть вот здесь желтеньким она сова внизу желтенькая это она когда ест мышей и змей немножко пачкается у нее такие перышки с желтизной слегка видите как раз расплылась краска прям сама так здесь немножечко возле клювика вот так желтеньким желтеньким чуть-чуть сереньким и теперь берем черный концентрированно так этим черным наносим как запятые как запятые здесь прям пятнышки видите-ка здесь прям такие большие маленькие здесь маленькие здесь маленькие и здесь такие мелкие-мелкие так здесь так здесь еще на крышку на крышку еще добавим черные тут черные такие перышки так вот так Здесь чуть поярче. Все, теперь нужно подождать, чтобы это все просохло. Ждем, когда высохнет. Просохла наша совушка. Теперь берем очень тоненькую кисть, очень тоненькую. И глазки прорисовываем. Звучок. И подводим вот так. Звучок. Вот так, чуть-чуть здесь серенькие игрушки. Звучок. И бледно-серенькие здесь тоже. Звучок. Звучок. Веточку, на которой сидит сова. Звучок. 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 Веточки. Продолжение следует. Веточки. Звучки. 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 Темно-коричневый с черным. Чуть-чуть притяняю. Тут у неё на лапках тоже пёрышки. Всё, готова наша сова. Я надеюсь, у вас тоже получится. Вы видели, как это не очень сложно, скажем так. Не просто, но и не сложно. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии и можете присылать свои работы в мой телеграм. Пока-пока.